Слава нашему Богу! У меня тоже сегодня будет короткое слово. Тема моей проповеди сегодня остановитесь и познайте, что я Бог. И я планировал, что мы будем повторять цикл 21-дневной программы по детоксикации каких-то мыслей, которые нам мешают двигаться в вере, в Боге возрастать. Мы уже прошли один цикл, и я надеюсь, что кто-то из вас получил уже какие-то результаты. Хотя этот подход научно-библейский, он говорит о том, чтобы стабильно освободиться от какой-то мысли, которая портит тебе жизнь, нужно пройти как минимум три программы по 21-му дню. И поэтому сегодня у нас начинается второй цикл 21-день, три недели. Я думаю, что мы как раз успеем перед Пасхой еще чего-то освободиться. И сегодня просто немножко какие-то вещи, которые я хотел в напоминание дать о том, что мы освобождаемся от тех мыслей. Давайте мы вместе откроем второе послание Коринфянам, 10 глава. Это то, что написано в Евангелии, это то, что написано в Библии, это то, о чем пишет апостол Павел чаще всего, это то, о чем говорил наш Господь Иисус Христос. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стиха. Я уже как-то давал этот стих. Очень важно его помнить наизусть, держать его в голове, потому что это очень важно, жизненно важно для разрушения каких-то твердынь, для того, чтобы наша ветхая природа, она просто не восставала, чтобы она тлела и чтобы наш новый человек, он со дня на день обновлялся, становился все сильнее и сильнее. Здесь апостол Павел пишет, оружие воинствования нашего не плоские, но сильным Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Этим оружием мы не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, воздающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. И вот этот шестой стих, я его не читал, когда несколько служений назад приводил это место, но оно тоже очень важное. В коринфийской церкви скрылся определенный такой довольно серьезный грех. Ну, это грех блуда, и при том довольно такого изощренного блуда. И церковь вместо того, чтобы наказать того, кто сблудил, кто впал в такой тяжкий грех, она начала как-то вот так покрывать этот грех, как-то пытаться завуалировать, как-то пытаться оправдать. И даже в какой-то степени апостол Павел, он говорит, вы даже гордитесь тем, что на самом деле страшно в представлении Иисуса Христа. И потом он здесь вот пишет, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Вы знаете, когда церковь сегодня находится в хорошем духовном состоянии, когда иммунная система, духовная иммунная система, которая, ну, на самом деле, она появляется, она вкрапляется, она дается Духом Святым, когда мы уходим в исполнении, когда мы уходим в послушании Господу, эта иммунная система, она довольно быстро реагирует и вскрывает какой-либо грех и выводит его из тела для того, чтобы все тело не заквасилось, для того, чтобы все тело Христа не заболело. И когда апостол Павел увидел такую реакцию церкви, ну, не совсем правильную, не библейскую, нездоровую, он говорит, я как бы находясь в вашем собрании этого человека, я просто предаю сатане возмождение, ну, я думаю, что вы помните, чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И он просто предает этого человека какому-то определенному такому суровому наказанию. Церковь какое-то время не общается с ним, почитает его за, как вот сегодня Антон говорил, за язычника. Но потом во втором послании к Калифе мы можем читать о том, что апостол Павел, он уже сокрушается, он говорит, вы видите, какой плод принесло вот это, ну, вот эта здоровая реакция, то, что вы правильно отреагировали на вот этот блуд, да, на вот этот тещайший грех, как вы на самом деле сами сокрушаетесь сегодня, какой плод это произвело в том человеке, то вы уже теперь уже и примите его. То есть здесь апостол Павел учит не о том, не только о том, как отлучать, например, человека или как принимать какие-то меры, да, в отношении кого-либо, но и как потом возвращать человека в тело Христово в послушании Божией Христовой любви, потому что, ну, как бы наказывать это не так сложно, как сложно исцелять, перевязывать раны друг к другу, сносить немощных, сносить какие-то обеды, прощать, это намного тяжелее, но апостол Павел, он этому к нам, именно к этому к нам, нам нас и подводит, к тому, чтобы мы были здоровой церковью, которая правильно реагирует на какие-то оплёные такие провинности, очень быстро реагирует для того, чтобы, ну, если это необходимо, просто не для того, чтобы потерять часть тела, а для того, чтобы спасти и исцелить. Слава нашему Богу, это здоровая реакция церкви. И с чего он предлагает начать, апостол Павел, это то, что очень важно выяснять какие-либо замыслы, да, ну, как я уже говорил, человеческий мозг, он устроен как приемник, то есть мы можем принимать какую-то информацию из банка своей памяти, мы можем принимать информацию о дьяволе, мы можем принимать информацию от Бога. Наш мозг так устроен, что мы можем фильтровать вот эту информацию, то есть мы, если мы правильно наставлены и научены, мы можем тут же отсеивать, то есть вот это от Бога я принимаю, да, вот это от дьявола я это отторгаю, вот это из банка моей памяти я еще буду там как-то вот так что-то, да, смотреть, что на сегодняшний день неактуально, я тоже буду вот так чистить, выбрасывать, чтобы оно не мешало. Потому что в нашей голове должен быть какой-то Божий порядок, Бог не есть, Бог не устройство, но мира и порядка. Вы знаете, очень хороший практический пример, посмотрите на свой дом, на свою квартиру, то место, где вы живете. Я могу сказать очень четко, это очень хороший тест. Тест заключается в том, что если вы видите, что в вашем доме, ну, несмотря на то, что, ну, там гости приходят, ну, вы как-то еще навели более-менее порядок, ну, вот, когда гости уходят, ну, и когда, ну, как бы вот так, ну, никто не видит, чужого глаза нет, ну, все свои, ну, и мы начинаем там как-то вот так, мы смотрим, что, ну, там действительно грудно-носок там начинает где-то скапливаться, да, где-то там что-то вот просто вот в шкафу уже там невозможно что-то запихать. Вот это захламление, на самом деле, вот это внешнее отражение того, что у нас в наших головах. Вот это я могу со стопроцентной уверенностью сказать. Я хотел бы сегодня прочитать один стих, который вот недавно, ну, кстати, мой брат, за которого, ну, я молился долгое время, он в Германии живет, в городе Нюрнберг, последнее время начал меня засыпать о том, что он верит в Бога, стихи из Библии, я говорю, Господи, слава Богу, что Ты слышишь мои молитвы, поздравят меня с христианскими праздниками, там просто присылают, и вот он присылает мне один такой очень уникальный стих, думаю, что у него происходит какое-то осознание, какая-то чистка. Я хочу его прочитать. Жили-были, варили кашу, закрывали на зиму банки, как и все становились старше, на балконе хранили санки, под кроватью коробки с пылью и звездой с новогодней елки. В общем, в принципе, не тужили, с тростановочкой жили, с толком. Берегли на особый случай платье бархатное с разрезом, два флакона духов от Гуччи, фетра красного полотреза, шесть красивых хрустальных рюмок и бутылку китайской водки. А в одной из спортивных сумок надувную хранили лодку. Время шло, выцветало платье, потихоньку желтели рюмки, и в коробочке под кроватью угасала звезда от скуки. Фетр моль потихоньку ела, лодка сохла и рассыпалась, и змея, заскучав без дела, водки медленно растворялась. Санки ржавились и рыжели, испарялся закрытые Гуччи, жили-были и постарели, и все ждали особый случай. Он пришел, как всегда, внезапно, мыло окна и поскользнулось. В тот же день он упал с инфарктом, в этот дом они не вернулись. Две хрустальные рюмки с водкой, сверху хлеб, по квартире ветер, полным ходом идет уборка, убираются в доме дети. На помойку уходят санки, сумка с лодкой, дырявый фетр. Платье вывернув наизнанку, протирают за метр-метр, под кроватные толщи пыли. В кучке с кламом духи от Гуччи. Вот для этого жили-были. Вот такой вот особый случай. И вы знаете, я просто вот, ну, долго работая психотерапевтом, наблюдал разные такие семейные случаи, просто вот, вот этот стих настолько точно, он отображает реальную действительность, ну, обыденного человека, ну, который живет, вот, ну, как, среднестатистический человек. Вот он просто вот на самом деле, я расскажу просто историю одного инфаркта миокарда. Ну, пришел человек, да, и он рассказывает о том, что, ну, ну, есть у меня такое там, ну, опаздываю я. На работу раз опоздал, два, десять раз опоздал. Ну, наконец, начальник предупредил мне один раз, предупредил второй раз и сказал, еще раз опоздаешь, ну, все, ну, просто уволен, можешь больше не приходить. И говорит, ну, ну, я подготовился, ну, вот, вроде бы все, ну, ну, так бывает. Ну, там устал, поздно заснул, вроде бы будильник сработал, да, ну, подумал, немножко полежу. Потом вот встрепенулся, уже, оказывается, 20 минут прошло. Начал, скачал, там бежал, там что-то упал, там это одел. Ну, вот как обыденный человек, на самом деле, просто торопился на работу. И вот это взял, выскочил в подъезд. Вспомнил, что что-то забыл, опять вернулся. Ну, пока добежал до остановки, смотрю уже автобус, который вот, вот, последний автобус, который вот, если бы я на него успел, то я успел бы на работу. Но он отходит. И я бегу, я бегу со всей скоростью. У меня паника в голове о том, что не успею, не успею. И в этот момент я спотыкаюсь, падаю вот так, просто лицом вот так, плашмя, вот просто в какую-то грязь. И просто вот такая, вы знаете, просто на самом деле вот это описание, да, вот на самом деле. И вот это все накручивается, накручивается, накручивается. И он говорит, и вы знаете, доктор, вот от чего я упал? Я оборачиваюсь на земле, смотрю на свой ботинок, у меня шнурок развязался. И говорит, я просто запутался в своих шнурках, которые я просто в попыхах вот так просто не успел завязать. И в этот момент у меня возник приступ. В этот момент человек просто перенес инфаркт миокарда. Из-за чего? Из-за наспех завязанного шнурка. Вы знаете, вот на самом деле люди чаще всего живут в каком-то таком загоне. Основная причина, да или основная мысль, которую я хотел бы сегодня провести, это сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня стоят во всех странах, это тотально на первом месте по смертности. Просто Болгария не исключение, Россия не исключение, Украина не исключение. Все страны буквально вот так просто умирают. Тотально тысячи, десятки тысяч каждый год умирают от каких-то сердечных катастроф. Причина этого является стресс, какая-то мысль, какой-то страх, долгое длительное состояние какого-то напряжения. Человек живет в каком-то напряжении, все надо успеть, 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 успеть. У него все это накручивается. Чаще всего, на самом деле, до сегодня уже ученые это также отследили, все сердечные патологии, они связаны каким-то образом с депрессией и наоборот. То есть это взаимо какие-то связанные вещи о том, что если у человека случилась какая-то сердечная катастрофа, инфаркт или там прединфарктное состояние, листинокардин, напряжение или гипертонический кризис, все это возникало на фоне каких-то мыслей. И наоборот, когда человек уже перенес сердечную катастрофу, эта депрессия, она начинает усугубляться. То есть все становится еще только хуже, хуже, хуже и хуже. И вот эти мысли, вот это состояние, вот это надо отслеживать конкретно. О том, что, вы знаете, вот эта паника. Сегодня люди очень ко мне много приходят. И вы знаете, сегодня это тотальная проблема. Люди сидят перед компьютером целый день. Да, это вот просто работа связанная с компьютером. Человек обездвижен. И он в таком напряжении находится. У него напряженная работа, какая-то ответственность. И он вот целый день он сидит. Это, знаете, это все равно, что как сидеть перед телевизором. Многие мужчины этим страдают. Вечером, да, перед телевизором. И он смотрит, например, какое-то такое или экшен, или бокс, или там футбол. И вы знаете, в этот момент у него выделяется очень много, ну что, ну самой агрессивной жидкости, как желчный сок. Печень работает в такой гиперсостоянии гиперфункции. Выделяется очень много адреналина, который нуждается в том, чтобы сгорать. То есть адреналин в нашем теле должен выделяться. И выделяется для того, чтобы человек встал и пошел что-то сделать. А человек сидит в таком напряжении, он ничего не делает. И этот адреналин, ну естественно, он взвинчивает артериальное давление. И вы знаете, вот просто в книге очень хорошо описывается о том, что, я напоминаю, о том, что есть стрессы трех уровней. Вот первый стресс, стресс первого уровня, он нам во благо, он нас стряхивает, он мобилизирует нашу иммунную систему. Ну это вот когда вот только просто вот как бы вот так я, ну там, пережил какой-то стресс, и этот стресс прошел, я пошел как-то отреагировал, это стресс мне во благо. Но стресс второго уровня, это когда человек уже не может расслабиться, он постоянно об этом думает. Стресс третьего уровня уже вызывает у человека, ну такое заболевание, как атеросклероз. Потому что вследствие постоянного напряжения сосуды начинают что? Они начинают твердеть, затвердевать. У человека начинает развиваться атеросклероз сосудов головного мозга или коронарных артерий. Вследствие чего? И вот мне очень важно, да, сегодня как-то просто, доступно донести. Вследствие только того, что человек как-то неправильно думает. То есть он вовремя не позаботился о том, что я вот об этом думать даже не буду, о том, что я куда-то не успею, или о том, что на мне сошелся клином белый свет, о том, что я там пуп земли, да, я должен соответствовать. Вот знаете, вот на самом деле, притча очень хорошо говорит. Гордость, она предшествует чему? Гордость предшествует падению. То есть человек очень много себя мнит, много на себя берет. Я, например, так же хочу сказать, пастори сюда тоже относятся. Пастори – это та категория, когда если человек, ну как вот, по своей неопытности, когда я начинал только служение, я был и швец, да, это есть поговорка такая, и жнец, и надудей, и грец. То есть я пытался совмещать в себе и группа прославления, молитвенная группа, администрация, Слово Божье, служение, все это вот так на мне. И я этим гордился. Я говорю, вот, наверное, я какой-то супердуховный человек, я все успеваю. Но это все равно, что, знаете, пытаться жонглировать вот какими-то предметами, например, ну ты можешь тремя жонглировать, да, потом ты берешь четвертый, ну еле-еле успеваешь. Потом ты берешь пятый, ну вроде как приловчился. Ну когда ты уже восьми вот этими какими-то понятиями, да, пытаясь категориями жонглировать, ну рано или поздно ты ошибешься, потому что ты человек, потому что человеку свойство ошибаться. И что? Это отражается на твоем сердце. И вот здесь очень важно, на самом деле, очень важно вовремя осознать. Давайте я открою это место, которое просто потрясающе вот это отображает. И это написано в книге «Псалтырь», 45-й псалом, 11-й стих. Это то, что, например, мы с супругой научились практиковать в своей жизни. В 45-м псалме, в 11-м стихе написано «Остановитесь и познайте, что я Бог». Ну, не я Бог, а Бог, это Бог. Нам очень важно вовремя остановиться, просто на самом деле и осознать. В какой-то момент я остановился и сказал, Господи, что я пытаюсь сделать? Это моя церковь? Это не моя церковь, это церковь Иисуса Христа. Я могу здесь все успевать, я могу 24 часа следить, наблюдать как-то душу победительства, я на это не способен. Поэтому, Господь, так как Ты являешься основным пастырем этой церкви, я просто уступаю, на самом деле. Я просто буду Тебе помогать. Говори мне, что делать. Ну, я хотел бы, чтобы в церковь пришли служители, которые это тоже прекрасно понимают. Что вот на самом деле, ну, не на нас построена церковь. Вот когда Иисус Христос дает имя Симону, Он говорит, ты, отныне Ты будешь Петр, и на сём камне Я построю церковь. Вот там, мы уже много раз об этом говорили, там основная мысль, она была сокрыта в том, что Петр получил откровение. Да, что ты, Сын Бога, Ты, Иисус Христос, Ты, Сын Бога Живого, Он получает откровение, Иисус Христос ему говорит, что вот на этом откровении я буду строить церковь свою. Я построю церковь свою, и врата ада не одолеют её. Церковь, она построена на откровении, которое даётся и открывается лично Богом через Господа Иисуса Христа. На это же приходит сила Духа Святого, и это всё, знаете, вот просто вот так движется сверхъестественное. Поэтому, знаете, вот просто когда я просто отодвинулся и сказал, Господи, Тебе надлежит возрастать в нашей церкви, мне надлежит умоляться. Я не буду себя ставить в позицию, ну, самого главного там, который вот, ну, на самом деле, вездесущий и всемогущий, да, и всеведущий. Я не такой, я человек, я слабый человек. Я остановился и я осознал о том, что есть Бог. И в этот момент, знаете, Бог дал мне такое очень хорошее откровение о том, что именно в тот момент, когда мы уступаем Богу дорогу, да, когда мы просто расчищаем пути своего сердца и говорим, Господь, я буду думать только о том, что Ты мне открыл. Я буду чувствовать то, что Ты вложишь в мое сердце, иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. Я буду познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Всё остальное делай Ты, двигайся. И я увидел о том, что Бог начал прилагать служителей церкви, которые имеют правильное понимание. Они понимают о том, что пастырь – это человек, о том, что церковь – это сверхъестественная институция, которая поставлена лично Богом, и здесь управляет Дух Святой. И поэтому и служители, которые приходят, они, ну, просто, ну, это должно быть духовные люди, которые прекрасно понимают или имеют ведение и откровение от всемогущего. Только тогда церковь, она начинает набирать силу, она становится сильной, она становится разумной, мудрой, имеющей мудрость, которая сходит свыше. И вы знаете, вот в этой книге я прочитал одну удивительную вещь, то, что ученые доказали. Именно в тот момент, когда мы останавливаемся, то есть мы остановились, что подразумевается подостановкой. Подостановкой это надо просто, когда ты чувствуешь, что ты себя сам загоняешь, что ты себя просто вот так где-то накручиваешь, в этот момент тебе надо остановиться и успокоиться. И сказать, дай-ка я просто помолюсь, дай я зайду в тайную комнату, дай я просто куда-нибудь вообще уеду, чтобы меня вообще никто не трогал и просто побуду наедине с Богом. Иисус Христос дает пример. Он это делал когда-то. Он уходил в пустыню, он уходил в горы для того, чтобы побыть наедине с Богом. Вот эти состояния, они просто необходимы. Что ученые доказали? Они доказали, что в тот момент, когда человек входит в состояние какого-то глубокого успокоения, отрешенности, и он, например, куда-то просто уехал, и просто вот как-то он в тишине просто посидеть. В этот момент происходит какое-то, знаете, упорядочение на подсознательном уровне. Ученые выяснили о том, что подсознание, оно намного мощнее и сильнее сознательных каких-то процессов. Если мы сознательно можем думать, когда мы не спим, когда мы бодрствуем, ну это вот, ну можно там несколько процентов взять, то подсознание, оно работает день и ночь, даже когда мы спим. Даже когда мы спим, но вы знаете, мой опыт еще говорит о том, перед тем, как лечь спать, я говорю, Господь, например, у меня есть какая-то нужда, в церкви есть какая-то проблема, ее надо решать каким-то образом. Я не тороплюсь принимать решение. Мне с этой проблемой, да, как это, ну принято в народе говорить, надо переспать, да. Мне надо просто, вот на самом деле, я просто доверяясь Господу, говорю, Господь, открой мне во время сна. Потому что Библия говорит, что ты возлюбленную даешь сон, а в другом переводе говорится, ты возлюбленную свое во время сна. То есть Бог даже во время сна, Он может нам что-то открывать. И, как правило, Бог всегда во время сна, ну, я, например, просыпаюсь, и утром у меня уже есть готовое решение, которое я просто вчера помолился и сказал, Господь, пожалуйста, открой во время сна. Утром я просыпаюсь, в голове порядок, ясность и готовое решение. Я стараюсь не принимать решение наспех, потому что когда наспех, да, это вот человеческое чаще всего, и мы совершаем очень много ошибок. Когда я начинаю свой рабочий день, с вечера я готовлюсь к завтрашнему дню, и я расписываю, то есть у меня есть план какой-то, у меня есть график, люди там по порядку, которые приходят к нам на прием, ну, все вот как-то четко расписано. Мы не опаздываем, ну, знаете, на самом деле, я считаю, что опаздывать – это неуважение к тому человеку, к которому идешь. Если ты опаздываешься на собрание, это неуважение, но я хочу сказать и к собранию, и, к сожалению, это и есть неуважение, выражение неуважения к Богу. Я так считаю, может быть, я ошибаюсь, но это мое мнение, я стараюсь на собрание, я иду, ну, нас так учили. Наш пастор учил так, когда вы идете в церковь, вы идете на свидание, вы идете конкретно на свидание с Богом, это ваш жених, да, ну, оденьтесь, все самое лучшее, там, подухаритесь, да, самыми хорошими духами, да, придите, ну, такими, цветущими, потому что вы идете на свидание с самим Богом. И я это вот, ну, с 91-го года я это практикую. И вы знаете, мне на самом деле это очень нравится, потому что, когда я начал это практиковать, я перестал сильно выхолачиваться, перестал уставать, потому что до этого я уставал везде. Я уставал на работе, я уставал в служении, потому что везде как бы вот, ну, просто попытка соответствовать каким-то человеческим критериям. Я хочу сказать о том, что ты не можешь угодить всем, вот это просто невозможно. Поэтому не надо даже пытаться это делать. Наше отхождение перед Богом, это, ну, просто нам хотя бы Богу угодить. Вот мы стремимся к этому, да, о том, что вот просто мы сделали на сегодня, как люди, все возможное и невозможное, да, чтобы угодить Богу. Ну, что люди подумают, один может подумать так, другой так, и обязательно это будут противоречивые какие-то мнения, и обязательно ты кому-то не угодишь. Знаешь, как когда-то Маргарет Тэтчер, еще одну поговорку я приведу, она говорила такие слова, даже если ты научишься ходить по воде, обязательно найдется человек, который скажет, это все потому, что он плавать не умеет. Вот, это выражение Маргарет Тэтчер. И на самом деле, то есть никогда не угодишь. Всем, абсолютно. Но наша задача угождать Богу. И вы знаете, вот это выражение, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Вот сегодня я просто призываю, да, если ты находишься в каком-то загоне, да, если ты изможден, если ты истощен, если ты просто находишься в состоянии какого-то постоянного напряжения, ты не можешь расслабиться. Вот Библия тебе советует, Бог тебе советует остановись, просто остановись. Просто вот, ну, если необходимо, да, просто реально можно куда-то уехать, выключить свой телефон, просто вот отключиться от всего и просто побыть наедине с Богом. С глубокой уверенностью в том, что ты едешь на свидание с Богом, что ты хочешь поговорить с Ним тет-а-тет, с глазу на глаз. Если ты едешь с таким сердцем, да, встретиться с Богом, ты обязательно встречишь Бога. Потому что Библия говорит о том, что если ты взыщешь Бога всем своим сердцем, то ты найдешь его. Если ты взыщешь его всем своим сердцем, ты обязательно его найдешь. Скажи аминь на этом. Слава нашему Богу. И смотрите, как это вообще делается практически. Нам в Корее показали очень хороший пример, когда нас расселили в одной миссионерской комнате, мы туда зашли с Наташей, и мы видели, что в этой комнате ничего нет. Даже кровати нет. И мы спрашиваем у Сергея, который нас провожал, он говорит, а где кровати-то? Он говорит, а здесь не принято. Здесь вам надо спать на полу, вот там в шкафу есть такие циновки, вот вы их расстелите, включите вот здесь терморегулятор, полы с подогревом, и он говорит такую хорошую мысль. Вы только подумайте, как это экономично. Потому что когда люди спают на кроватях, это же надо воздух прогревать, чтобы человека полностью тело согреть. А тут человек лежит на полу подогревом. Вот не надо нагревать температуру воздуха. То есть это очень экономично. И более того, что там это экономично, нет ничего лишнего. То есть ты заходишь в комнату, все одно какое-то свободное пространство. Я понимаю о том, что у корейцев вот такие мозги. То есть у них вот в голове ничего лишнего, поэтому это очень на сегодняшний день организованная нация. Ту организацию, которую мы там увидели, на этой конференции, в которой мы были. Но это продумано как-то. Настолько, что там даже продумано, кто будет подавать микрофон, кто будет вот здесь стоять справа или слева, кто будет смотреть за этим, кто будет ответственный. Настолько все не только продумано, а прописано буквально. Помните, я говорил о том, что очень важно вот так расписывать. Потому что когда ты записываешь, срабатывает определенный участок музыка, который фиксирует, и ты потом это намного лучше вспоминаешь. У тебя просто это всплывает. Слава нашему Богу. И вот как предотвращать вот эти прединфарктные состояния или вот эти сердечные катастрофы, надо реально остановиться вовремя, успокоиться. Потому что на самом деле люди просто себя, особенно в этом мире, потому что Иисус об этом предупреждал. Принцип жатвы и сеяния. О том, что вот одно семя было посеяно при дороге, другое там. И вот в одном месте Он говорит, что это был как прообраз суеты, что одно семя, оно просто вот там, где это вот там, в каких-то зарослях, это суета-суета. Просто человек осуетился, и это, знаете, прообраз вот этого мира. Потому что этот мир, он находится в глобальной суете. Просто вот суета ради суеты. Нет никакого смысла. Просто люди... Вот я прочитал сегодня вот это стихотворение. Ради чего? Люди иногда даже не понимают, для чего они работают. Люди не понимают, для чего они, ну вот просто вот на самом деле зарабатывают свои деньги. Ну просто, ну заработал ты там огромную какую-то сумму денег. Если ты не понимаешь для чего, они тут же очень легко их спускают. На какие-то глупости. На какие-то... Ну для того, чтобы потом это лежало где-то, пылилось. Вот на самом деле, когда мы четко знаем, для чего мы живем. Вот какая наша цель, какое наше предназначение. Вот все лишнее, оно просто в твоей жизни, оно просто уходит. Оно должно уйти. Не цепляйся вот за вот эти какие-то вот вещи, которые ты видишь, что они тебе дома не нужны. Вот я когда вот это осознал, да, на самом деле, ну ко мне пришел один человек, я у него там проясняю о том, что, ну, вот, как у тебя там... Один раз меня пригласили в дом, я смотрю там, ну это реально просто квартира, которая была превращена в какой-то склад. Вот все складировано. Там даже какие-то геологические какие-то инструменты, которые я, например, даже не знаю, как они называются. И я спрашиваю, даже какие-то находки вот эти геологические, камни какие-то в углу лежат. Я говорю, зачем это? Ну, а вдруг пригодится. Ну, коробки вот здесь картонные, вот здесь вот так вот понаставлены под потолок, а это зачем-то. Ну, пригодится, ну, вдруг пригодится, да. Ну, просто, ну, все может пригодиться, но это не означает, что просто тебе надо вот захламить свою квартиру так, чтобы тебе даже там уже и, в принципе, находиться негде. А вдруг пригодится. Вот это мышление, да, тоже о том, что вдруг пригодится. Кому пригодится? Зачем оно пригодится? Когда оно пригодится? Я пользуюсь теми вещами, которые актуальны на сегодня, да. Вот, ну, на самом деле, там нужна ложка-вилка. Ну, у меня есть ложка-вилка, да. Вот, и мы стремимся к такому минимализму, потому что мы понимаем на сегодняшний день, что это все связано с моей подкоркой, с моим подсознанием, с моим сознанием. Если у меня в доме все захламлено, это мои мозги. Это есть проекция того, что у меня на самом деле в моем сердце. Поэтому мой призыв сегодня – расхламляйтесь. Слушайте меня, да? Понимаете, о чем я говорю? Не захламляйте свою квартиру, не захламляйте свои мозги, потому что, когда будет необходимо куда-то тебе вот так двинуться мобильно, это тебя будет тормозить. Ну, ты просто, ты будешь об этом просто спотыкаться, как тот мужчина, который вот споткнулся в свои наспех завязанные шнурки. Слава нашим Богу, я буду плавно переходить. К трапезе Господне у нас сегодня причастие, и я напоминаю о том, что в причастии могут принимать участие те члены церкви. И вы знаете, сегодня, например, Антон начал говорить про церковь. Я считаю, что это очень важная тема, потому что если ты член церкви поместной, ты имеешь покровительство, ты имеешь защиту, ты становишься под какой-то, знаете, вот на самом деле покрывало, мантию молитвенную. За тебя кто-то несет ответственность, за тебя кто-то молится. Ты можешь просто подойти и сказать, я очень хочу мысль как-то одну поделиться, что очень важно благословение брата, очень важно благословение отца, очень важно благословение священника. Вот эти три составляющие, они говорят о том, что если ты предпринимаешь что-то, тебе нужен кто-то, кто за тебя будет молиться. Если ты начинаешь свое какое-то предприятие, какую-то фирму, или ты собираешься в какое-то путешествие, обязательно попроси благословения, потому что у тебя будет тогда защита, у тебя будет молитвенный какой-то опленый заслон. Что происходит иногда в церкви, особенно с людьми, которые не определились. Ну, например, я где-то там член церкви, а здесь я вообще никакой церкви себя не причисляю, но, знаете, это лукавство на самом деле, потому что меня, по крайней мере, так наставили. Когда я приезжаю в качестве учителя, например, в Пекине меня принимают как учителя, библейского учителя, я приезжаю туда, я подхожу к пастырю, ну, это мы уже не делаем, потому что это мы сделали когда-то несколько раз, я говорю, пастырь Станислав, я почитаю тебя за пастыря пекинской церкви для русскоговорящих, я приехал к тебе в качестве служителя Божия, для того, чтобы послужить для тела Христова. У меня есть какие-то такие-то темы, ну, пожалуйста, на твой выбор. Он говорит, мы тебя принимаем как учителя, мы тебя благословляем, я признаю тебя служителем Божьим, все, пожалуйста, ну, просто служи, в это воскресенье следующее. То есть, находясь на каком-либо месте, я вхожу под чье-то покровительство. Это нормальная библейская вещь. Когда я приехал в Болгарию, я искал долгое время церковь, которая бы мне понравилась, которая бы мне была по духу. И мы с Натальей нашли вот эту церковь, я пришел к пастыре Николаю, как он чего-то сказал, пастырь Николай, я хочу войти под твое покровительство, я хочу признать, ну, твое пастырство здесь, я признаю, что ты здесь пастырь, и я хотел бы, чтобы мы были частью одного целого, чтобы мы были одной церкви. Я хочу стать частью вашей церкви, частью вашего служения. Пастырь Николай сказал, мы тебя принимаем как миссионера, как служителя, пожалуйста, вот, ну, сперва куда-то отправляли, там, в Долгопол, в какие-то другие города, потом вот сошлись на том, чтобы открыть здесь церковь для русскоговорящих. Согласились, он меня благословил. Благословил, когда мы открывали фирму, опять же, свою здесь, ну, потому что нам сказали, лучше въезжать по бизнес-визе. Мы опять обратились к пастыру Николаю, и сказал, пастырь Николаю, мы нуждаемся в благословении, мы нуждаемся, чтобы наш бизнес был под Божьим покровительством, под чьим-то молитвенным заслоном. Пастырь Николаев оставил свои дела, приехал к нам на фирму, вот, помазал елеем, вот, подарил нам крест, мы его повесили на стену, подарил нам Библию, полную Библию на болгарском языке. Вот, мы вместе помолились, и с того момента Бог благословляет наш бизнес, и мы это видим, потому что мы знаем, что это Божье предприятие, которое получило благословение от священника, от Левита, и оно просто, вот, на самом деле, благословляется лично Богом. Когда люди пытаются что-то делать сами, да, вот, Яков, он просто, на самом деле, в какой-то степени в недоумении находится. Вот, вот, кто-то собирается куда-то ехать, да, или кто-то что-то собирается предпринимать, и даже не говорит о том, что если Господу будет угодно, и жив буду, то сделаю то и то. Мы без Бога ничего не можем делать, тем более без Божьего благословения. Поэтому Яков учит, он говорит, если вы куда-то собираетесь ехать, да, или начинаете какое-то предприятие, скажите так, если Господу будет угодно, да, и жив буду, то сделаю то и то. Подойдите там к священнику, попросите, чтобы он молился, чтобы он благословил, и тогда Бог благословит, потому что у Бога есть, на самом деле, свой порядок, своя определенная такая духовная иерархия, которая действовала всегда, и в Старом Завете, и в Новом Завете. То есть народ Божий, израильский народ, он сдался в благословение священника, в благословение царя, и Израиль этим очень вполне пользовался, и люди прекрасно понимали, дети прекрасно понимали о том, что если они не получат благословение Отца, то это проблема, большая проблема. Мы останемся без благословения, можете себе представить? Вот, и они ожидали благословения Отца, как с таким, знаете, страхом, Божьим страхом, благоговением. Отец, благослови меня, положи свою руку на голову мою, я хочу получить вот это первенство, да, ну, мы можем читать вот эти библейские истории. К пророкам приходили за благословениями, чтобы он помазал их Ильеем. Цари приходили для того, чтобы, ну, будущие цари, для того, чтобы получить благословение пророка или священника. Все это имеет очень большое значение. Давайте я открою перед причастием одно место. В причастии имеют право принимать участие члены нашей церкви, которые приняли водное крещение, которые считают, признают власть пастыря, который рукоположен, да, который в свою очередь принимает власть главного пастыря. То есть здесь Божий порядок, и это очень важно. Когда что-то не по Библии, когда на самом деле что хочу, то ворочу, эта Библия называет это своеволием, и Бог это не может благословлять, поверьте мне.